Единороссы Чувашии поддерживают самовыдвижение Олега Николаева кандидатом на должность главы республики. Таков основной итог региональной партийной конференции. Единая Россия – партия Владимира Путина, который и поручил Олегу Николаеву руководство регионом. В Рио главы Чувашии отметил, среди единороссов много коллег, с которыми приходится вместе решать повседневные задачи, конструктивно взаимодействовать, оперативно реагировать на ситуацию. За несколько месяцев удалось сделать немало. Главное – разработана комплексная программа развития региона. Мы с вами вместе запустили такое очень широкое, глубинное обсуждение направлений нашего развития, планов по реализации тех задач, которые стоят на этим направлениям. И вы знаете, и на площадке Высшего экономического совета, большинство и здесь присутствующих работают, мы провели достаточно много дискуссий отраслевых, муниципальных, территориальных и наметили себе очень-очень много задач. Сегодня необходимы принципиально новые подходы к управлению республикой. В первую очередь важны неравнодушные люди, которые ставят интересы региона выше личных интересов и идеологических предпочтений. Те, кто готов работать на благо Чувашии ради ее будущего. Олег Николаев готов к сотрудничеству со всеми конструктивными силами. Единороссы республики поддержали самовыдвижение Олега Николаева кандидатом на предстоящие выборы главы Чувашии. Мне хочется призвать не просто поддержать Олега Алексеевича, и, конечно же, нам самим, от нас очень много зависит, смело себя проявлять, показывать, обозначать проблемы в виде нерешения. О готовности к сотрудничеству заявил сегодня секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Во время личной встречи с Олегом Николаевым они обсудили перспективы развития Чувашии. «Единая Россия» реализует на территории республики несколько проектов. Это и ремонты домов культуры, самое главное, сельских домов культуры, которые для республики являются таким центром жизни населия. В рамках нашего проекта партийного новой школы строится новое образовательное учреждение, создаются дополнительные места в детских садах, реализуется программа комфортной городской среды. Я знаю, что десятки дворовых территорий, общественных пространств в прошлом году, и в этом, и по плану на 2021 год будут реконструироваться. Очень важно, чтобы мы занимались этим вместе. Когда формируется команда единомышленников, эффективность работы становится очевидной, отметил Андрей Турчак.